И еще про одну напасть. Это касается любителей загородного образа жизни. Любителей покопаться в земле. Тех, кто сам строит дом своей мечты. Вам, конечно, знакома эта картинка. Столбняк. Смертельно опасная болезнь. Как защититься и не заболеть. Поехали. Чтобы защититься, надо хорошо изучить врага. Знать все его хитрости и способы нападения. Этот враг достаточно хорошо изучен, хотя до сих пор хранит много загадок. В России в 2014 году от этой болезни умерло 4 человека, в 2017 – 2. Без лечения столбняк приводит к смерти почти всегда. Про течение болезни рассказывать не буду, болезнь протекает очень мучительно для заболевшего. Порванные связки, переломы костей, сильнейшие судороги. Ужас. Столбнячная палочка, являющаяся возбудителем столбняка, это анаэробная бактерия. В присутствии воздуха она трансформируется в споры, устойчивые к кипячению и к многим медицинским обеззараживающим средствам. Споры могут сохраняться десятки лет. Иногда бактерия просыпается, размножается и снова превращается в спору. Бактерия распространена очень широко и неравномерно. Она любит питательную почву с щелочным водородным показателем и теплый климат. Для человека опасной является не сама бактерия, а вырабатываемый ею токсин чудовищной силы. Бактерия попадает в организм через раны и другие повреждения из почвы. Анаэробные условия в ране, это температура около 37 градусов, высокая влажность и отсутствие кислорода. Особую опасность представляют проколы, поскольку в них проще создаются такие условия. Это способствовало появлению мифа, что столбняк вызывается проколом непременно ржавым гвоздем. Опасны любые раны, загрязненные землей. Важно знать, что около половины травм, приводящих к заражению, люди получают в помещении. Заразиться можно при укусах животных, ожогах, открытых переломах, хроническом дерматите, при автомобильных катастрофах, гангрене и т.д. Также существует миф, что перекись водорода уничтожает споры столбняка. Это не так. Этот препарат все же полезен при обработке раны, так как препятствует образованию анаэробных условий. Когда в ране создаются анаэробные условия, бактерия просыпается и начинает вырабатывать токсины. На этом этапе защитные силы организма могут нейтрализовать их и предотвратить болезнь. Когда токсин связывается с нервной тканью организма, он становится недоступным для защитных антител организма. Вот почему врачи делают прививку, и вводят противостолбнячную сыворотку пострадавшему даже после появления первых признаков болезни, вплоть до 20 дня после возможного заражения. Защитные силы организма борются против токсина, а не против бактерий. Поэтому врачи в обязательном порядке проводят хирургическую обработку раны, чтобы уничтожить занесенные бактерии. Следовательно, важно знать место проникновения инфекции в организм человека. Вакцинация – основной метод защиты от этой инфекции. В нашей стране вакцинация против столбняка проводится детям в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев, затем ревакцинации в 18 месяцев, 6, 7 лет, 14 лет. Далее каждые 10 лет вы должны сами заботиться о своем здоровье и проходить вакцинацию. По полису это бесплатно, в платных клиниках это недорогая процедура. Всем крепкого здоровья!